снова вас приветствую психолог учеников андрей с удаленки работаю для вас нахожусь на природе в лесу и соответственно ролики запис и продолжение прошлого ролика там упомянул вопрос людей учат он часто возникает на сессиях как проживать вот чувства как проживать свой прошлый опыт вот что такое вообще проживать для кого-то это ну очень очевидно но вот именно на сессиях этот вопрос часто возникает вот ну и на удаленке еще чаще потому что как бы нету вот этого контакта такого прямого да то есть вот и соответственно люди они больше предоставлены себе своему опыту да то есть и как бы им хочется понять как это прожить и вот эта сложность которая возникает на удаленке она чаще всего в чем что нет вот этого непосредственного присутствия до такого живого контакта который необходим был человеку тогда когда вот этот опыт и проживался это не значит что на удаленке как-то через интернет невозможно прожить его то этот опыт но вот клиенты чаще всего говорят если у них был опыт со мной например на сессии они знают меня да то есть они чувствовали мою энергетику они чувствовали поддержку мою мое присутствие да им легче да то есть легче люди соглашаются на удаленку и для них я как бы уже вот воплотился в плоти и в крови в прямом смысле да то есть и вот они меня чувствуют если люди они просто на удаленке начинают со мной работать дата какой-то занимает время понять что все равно я эти чувства их вижу эти переживания их чувствую я присоединяюсь неважно даже через камеру ну потому что вот у меня опыт фактически но там 17 лет я с 2004 года работаю на удаленка да еще даже видео никого скайпа не существовал я уже с людьми работал и уже я там по тексту до пара вербалика называется я уже чувствовал что с ними происходит и собственно говоря я к этому присоединялся почему я столько про это говорю потому что а пережить пройти прожить чувства собственно говоря оно и происходит когда рядом с вами поддержка рядом с вами человек который их принимает травма она и возникает из-за того что внутри нас переполняют на при случилось какое-то событие горе потери какая вот мы маленькие там не знаю бабушка у нас ушла там в другой мир вот и у нас чувства да то есть нам хочется их как-то прожить проплакать мы не понимаем что с нами происходит но то есть ребенок у него нет еще спектра вот этого чувства ощущения он еще не знает ему просто внутри плохо он знает одно что он не справляется с тем что есть он их не может даже назвать эти чувства он не может их ну научно идентифицировать эти чувства ему бы в этот момент помогли бы взрослым скале ну да ты грустишь я вижу ты там внутри тебе не очень комфортно бабушки больше нет хочется ее видеть там ты злишься да то есть что-то с тобой происходит и родители называют эти чувства и могут сказать да мне тоже там жалко очень бабушку да мне ее не хватает но вот какое чувство нехватки да то есть вот что это за как его назвать мне не хватает бабушки да там ну ребенка вроде бы не одиноко потому что у него мама там папа там братьки сестры там тетя дядя есть да то есть вот но если есть конечно но бабушки не хватает вот как идентифицировать чувства нехватки а ему ребенку хочется он бежит он вспоминает бабушка с ним разговаривала там играла что-то спрашивала его да там пирожки какие-то готовила то есть вот это ощущение нехватки да то есть ребенок он не понимает что с ним происходит вот он внутри у него есть вот это вот какая-то эмоция вот что-то с ним происходит а он не знает он не находится место он приходит ну вот ну и когда эти чувства они зашкаливают если например никто не озвучивает ну вот если это бабушка там ну то есть это мама мамина то есть маме самой плохо мама должна принять участие там в похоронах там какую-то еду что-то организовать какие-то вещи ну то есть как-то вовлечься папа тоже ушел какой-то там не знаю подготовку чего-то ну то есть как бы им не до ребенка да то есть они решают какие-то свои задачи да то есть но ребенку сказали что-то там между там там делом да но и за занятый ребенок он становится предоставленной сам себе вот этих чувствах и переживания есть их очень много смотрите важная вещь да если их очень много если ребенок не понимает их если ему дискомфортно вот и они зашкаливают то ребенок чаще всего эти чувства научно диссоциирует он их отщепляет прячет в какие-то уголки там свои психики ну леший знает где там все лежит вот он их откладывает он их не может прожить он их не понимает чувствуем дискомфорт либо он там вытесняет и там а у меня все хорошо идет там делает какие-то свои дела занимается играет вот или он включается в какой-то мир мамы папы вот но если чувств много и они как-то ему непонятно и он их просто откладывает и когда мы говорим вот что как это пережить чувства да то есть нам фактически нужно пройти тот опыт да то есть опыт соприкосновения с любыми вот любыми чувствами которые были вытеснены и зажаты там диссоцированы отщеплены вот отложены как угодно да то есть они не были прожиты вот и мы вроде бы взрослые да она нас как раз накатывает вот этот опыт вот и фактически нам теперь да то есть нужно сделать для самих себя да то есть то что не сделали наши родители что не сделали родители они не были с нами в наших чувствах наших переживаниях не называли эти чувства они не говорили что с нами происходит и мы вот для своего теперь это наш внутренний раненый такой ребенок раненый значит он ну ранился в своей жизни да и это рано не зажила неважно вам 20 30 40 50 там 60 лет 70 все равно это рано для вас который был опыт зажат она как будто вот только сейчас и начала там начала извиняюсь комаров отгонять она только сейчас и начала для вас проживаться и ваш соответственно есть у вас есть внутренний ребенок то у вас внутри психики должен быть наработан вот этот идеальный родитель внутренний родитель но не такой как была мама которая ушла в дела и нам не уделила не такой как папа который технически что-то решал но не мог нас эмоционально там поддержать да то есть вы внутри должны быть сами себе хорошей мамой хорошим папой да то есть ну попроще есть это сказать да то есть внутри нужно принимать весь этот опыт и самому себе говорить о у меня вот сейчас это боль а у меня переживание чаще всего если мы приходим на психотерапию это задача там психолога психотерапевта да то есть фактически в эти моменты психолог психотерапевт он и работает до в кавычках выполняет ту функцию которую не доделали родители дает поддержку дает объяснение и главное что дает принятие да то есть он дает принятие тех чувств тех переживаний и поддерживает тут считается хорошая сессия да это где вы пришли там не знаю позлились поплакали то есть вот эти чувства которые они там внутри вас есть любые чувства они принимаются да и вы их проживаете шутку прожить это как вы боль проживаете да то есть вот вам больно вы там зубы стискиваете это одно да то есть а когда вы в нее смотрите эту боль да то есть вы как бы внутри имеете с ней дело как слезы да то есть вот любая но все всегда у нас случаются какие-то потери у нас приходит накатывает вот какое-то чувство слезы до слезы показатель что внутри есть какое-то напряжение да то есть если вам сейчас плохо там текут слезы это значит важно позлиться если у вас возникает злость то злость если у вас все тело зажимается да то есть важно зажать если хочется наоборот его разжать значит надо разжать если вас скрючивает значит вот это ощущение скрючу если дискомфорт вы чувствуете проживаете вот этот дискомфорт и как я сказал в прошлом ролике важно найти вот эти все чувства да и не бежать психически вот то что сделал ребенок да то есть он диссоциировал да то есть он не смог принять ваша задача поскольку у вас уже есть опыт жизни да то есть не убежать от этих чувств впустить проживать это значит впустить их и в свое тело и в свои эмоции чувства в психику да то есть вот внутри как вы вам хочется смеяться радостно вы же не держите себя нет я не засмеюсь да вы смеетесь если ну там не знаю вы там злитесь да то внутри там да хочется там блинду там голос там повысить да то есть вот на каких-то простых вещах мы можем научиться да вот эти чувства проживать принимать вот фактически нужно позволить себе то что тогда ваша психика с чем не справилась и она не смогла вот этот до конца прожить ну наверное на все не ответил вот если есть вопросы задавайте попробую еще про это раскрывать не самая простая тема с вами был психолог вишняков андрей вишняков андрей